Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного феофилакта архиепископа Болгарского. Часть 30. Толкование на 2 Коринфянам 12.15. Смотри, сколько степеней имеет это самоотвержение. Он не взял должного ему. Вторая. Будучи нуждающимся. Третья. Проповедуя им. Четвертая. Отдает. Пятая. Не просто, но щедро, ибо от недостатка. Шестая. Себя самого. Седьмая. За любящих не сильно. Восьмая. За сильно любимых. Толкование на послание Галатам 1.7. Толкование на Галатам 1.8. Итак, подвергая анафеме ангелов и себя, он отвергает всякий авторитет. То есть апостол Павел считает единственным для себя авторитетом самого Христа. «И человеческую дружбу в деле веры. Не говори мне, что твои апостолы проповедуют другое. Я самого себя не пощажу, если не буду благовествовать». Толкование на Галатам 1.15. Если от чрева матери он предназначен был к благовестию и избран Богом, то, конечно, по некоторому божественному распоряжению оставался некоторое время иудействие без сомнения для того, чтобы эта столь резкая перемена в нем привлекла многих к вере и утвердила в ней. Толкование на Галатам 1.17. «Он ходил по местам невозделанным и диким, так как если бы он оставался между апостолами, то проповедь его встретила бы препятствие и не так быстро распространялось бы». Толкование на Галатам 1.22.24. «Только ради свидания с Петром, явившись в Иудею, он опять оставляет ее по той причине, что был послан проповедовать язычникам и для того, чтобы не предпринимать постройки на чужом основании». Толкование на Галатам 2.7.9. «Ибо как бы Бог дал мне этот дар, если бы ему неприятно была такая проповедь?» И опять он с похвалой упоминает о троих. «Посему и подали руку общения, то есть согласились, признали нас соучастниками и показали, что они довольны моею проповедью, как нисколько не отличающейся от их слова». Толкование на послание Галатам 2.10. «Разделив между собой, говорит он, дело проповеди, мы бедных помнили безраздельно». Толкование на Галатам 3.1. «Итак, Христос был предначертан, то есть живо изображен через проповедь, но вы, уверовав проповедь, видели его как присутствующего». Комментарии Игнатия Лапкина. «Каким необычным словосочетанием пользуется великий архиепископ Феофилакт? В Священном Писании неоднократно повторяется слово «уверовать во Христа» и ни разу не встречается словосочетание «уверовать в проповедь». Чудный толкователь не делает никакого различия между Евангелем и Христом. Все это соединяет в проповеди. Проповедь – это показатель любви ко Христу и к Евангелию. Неужели русские святые не читали эти слова Феофилакта? Почему они их не выделили, не постарались оживить, внедрить в сознание людей? Народовольцы, атеисты, большевики очень хорошо поняли это и заняли сознание человека и сердце его своими идеями. И все сектанты, имеющие в руках Евангелие, тоже прекрасно поняли это. А до православных эта мысль уверовать в проповедь не доходит и до ныне. И если дальше будут продолжаться тоже пренебрежения к проповеди, то это означает только одно, что Бог решил полностью истребить оязыченное, опоганенное православие, ставшее лжеправославием. Бог не желает смерти грешника и посылает своих вестников, ангелов и посланников, апостолов. Каждое новое издание толкования блаженного Феофилакта, каждая новая книга его это грозные посланники Божии. В нашем издании мы выделили это место, чтобы читающий сразу же зацепился за эти слова глазами. Если и после этого не примут в сердце это толкование и будут также ставить на первое место богослужения и требы, а не проповедь, тогда выслушайте ответ Божий через пророка, что нас за это ожидает. 2 Паралипоминон 25.16 И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Итак, обредоверы, приверженцы и защитники мертвой религии, уверуйте в проповедь. Толкование на Галатам 4.26 Посмотри также и прообраз Сары. Она ведь прообразовала горний Иерусалим. Он же есть град верующих. Откуда и закон наш? Ибо с неба Евангелие. Комментарий Игнатия Лапкина У мусульман эта мысль четко проводится, что их священная книга Коран была дана Мухаммеду в готовом виде с неба. И они в это верят безусловно все. Что касается христиан, что наша Евангелие с неба, в это почти никто не верит. Иоанн Златоуст постоянно напоминал делать сравнение с окружающими нас людьми, хотя бы это было и не в нашу пользу. Особенно в православии необходимо немедленно, денно и ночно твердить о том, что Библия пришла к нам с неба. Но что не только последняя 77-я книга в Библии называется Откровение, но и вся Библия называется Откровением, данным от Бога. Авторитет Библии в замаскированном виде и почтение к ней, сверхпочтение, оказывается при выносе Евангелия в Церкви. Необходимо, чтобы точно так же каждая душа на престоле своего сознания поместила великий авторитет Библии. Мартин Лютер, протестант, любил Библию и высказал такую мысль. В мире есть только одна книга – Библия и только одна личность – Христос. Толкование на Ефесянам 1.13 «Ибо проповедь о первом явлении призывает к спасению, а труба второго – к наказанию». Толкование на Ефесянам 4.28 «Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов». Комментарий Игнатия Лапкина «Нет более результативной книги на земле, на счету которой миллионы спасенных». И что бы ни сказал человек самого возвышенного о друге, о родине, об отце с матерью, все это применимо к Евангелию. Евангелие не только воскрешает умерших из зверей и из зверей делает людей, но Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов. Такие слова может сказать тот, кто испытал на себе благотворное влияние благое вести о умершем за его грехи Иисусе Христе. Евангелие, то есть благая, добрая весть, известие о том, о чем тоскует душа днем или ночью, ища утешения. Святой Серапион, чтобы одеть нищего, снял с себя последнюю одежду, и когда его спросили, кто раздел тебя, он, прижимая к себе дрожащими руками Евангелие, показал на него. Это оно сняло с меня последнюю одежду. И такую чудную книгу, источник воды живой, богооткровения живого Создателя, сумели спрятать и сделать, как бы не существующий. Господи, дай любовь к Евангелию Твоему православным священникам. Евангелие превращает в ангелов чуть не демонов. Толкование на Ефесянам 6.4 Ибо если ты, говорит, желаешь, чтобы дети слушались тебя, воспитывая их в Слове Божьем, и не говори, что дело монахов читать Божественное Писание, ибо это долг всякого христианина, и особенно живущих в мире, поскольку и нуждаются они в большей помощи, как живущие посреди житейского волнения. Комментарий Игнатия Лапкина. Мы ежедневно читаем в молитве Отче наш, прости нам долги наши. Какие долги? Где их перечень? Блаженный Феофилакт говорит, что читать Божественное Писание долг всякого христианина, и особенно живущих в мире. Велик ли этот долг? И взыщет ли Бог за него? Почему же на исповеди священники почти никогда не взыскивают этого долга? Не потому ли, что сами они являются первыми должниками и числятся у Бога в особом списке, как злостные неплательщики долга? Толкование на 1 Коринфянам 9.16 1 Коринфянам 9.16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Этот долг мог бы быть уплачен всеми сполна, если бы все знали о нем. Этот долг, который самочинно изглаживается священнослужителями из памяти народной. Но Бог помнит этот долг и еще раз напоминает ныне через это издание блаженного Феофилакта. Опомнитесь, пастыри, опомнитесь, посомы, верните Богу его долг, возложены на нас тем, что мы называемся христианами. За этим долгом Бог особенно ревностно наблюдает и ждет возвращения его с прибылью. Сектанты это понимают и поют так. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу сноб один в руках нести. Это нужно сектантам, а православным не нужно. За зарытый талант с нас спроса не будет. Иоанн Златоуст такое поведение называет худым и предательством по отношению ко Христу. Читать божественное описание долг всякого христианина и особенно живущих в мире. Читать, исполнять и проповедовать другим. Только тогда это чтение будет оправданным. Чтение означает берем в долг. Проповедуем означает отдаем долг. Толкование на Ефесянам 6.17 Или же мечом духа называет просто мудрость духовную. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча. Евреям 4.12 И имеющий дар всего духовного меча и глаголющий божественное неодолим, каков был сам Павел. Комментарий Игнатия Лапкина Кто из живущих на земле не слышал о такой стране, как Россия? И кто не слышал того, что ее называли Святой Русью, когда был у нее православный царь? Почему же Бог попустил, чтобы исчезло и то, и другое? Почему меч Господень пожрал все это? Почему меч смутьянов, бунтащиков оказался сильнее в кавычках Святой Руси и православного царя? Читающие Ветхий Завет знают, что когда цари и народ уклонялись от служения Иегове, закрывали уши свои отслышания слов Господних, Бог посылал вестников своих и пророков и предупреждал о грядущем гневе, если они не покаются, не возвратятся к Господу Саваофу. История крушения Российской империи, когда Бог вымел дочисто весь дом Романовых, как дом царей израильских, приводит к тем размышлениям, что Русь не была святой, а царский дом только носил название православного. Последний царец дома Романовых Николай Второй говорил, что он, цитата, солдат до гробовой доски. Почему никто из имевших общения с царями не говорил, что есть иной меч, данный самим Богом? Тот меч, который делает человека непобедимым и неодолимым. И этот меч – Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, евреям 4.12, и имеющий дар сего духовного меча, и глаголющий божественное, неодолим. Каков был сам Павел? Скоро исполнится сто лет, как Бог совершил казнь над Россией и над царствующим домом. И ни разу, нигде, ни здесь, ни за границей исследователи этой катастрофы не указали истинную причину этого катаклизма. Указывают на жидомасонов, говорят, что за отступление от Бога, но не говорят, в чем оно выражалось особенно. А причина в том, что народ не был привязан к Слову Божию, не знал его и не проповедовал о Христе. К этому его никто не призывал, кроме сектантов, которых царское правительство и сенат жестоко преследовали. И сегодня, как перед революцией, похожая обстановка. Уроки из прежнего изречены не были. Евангелие не на первом месте, и даже вовсе не на каком. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча» Евреям 4.12 «И имеющий дар сего духовного меча, и глаголющий божественное, не одолим, каков был сам Павел». Поэтому нас ждет наказание еще более ужасное, чем в 1917 году, как бога отступников и идолопоклонников в Израиле. Толкование на Ефесянам 6.19 «Отсюда уразумеешь меч духовный, который есть Слово Божие». Толкование на Филиппийцам 1.12 «По-видимому, филиппийцы, узнав, что Павел связан, беспокоились, как бы это не послужило препятствием проповеди Евангелия. Поэтому, чтобы уничтожить это подозрение, Павел и говорит, что узы не только не воспрепятствовали моему благовествованию, но, напротив, послужили к большему его успеху». Комментарий Игнатия Лапкина. Вселенский учитель Павел из Старса говорил о себе, что у него множество забот о церкви. Но среди этих забот на первое место была выдвинута забота о проповеди Евангелия. На препятствующих проповеди он смотрел, как на врагов Божиих, которые обязательно, непременно будут наказаны Господом Богом. 1 Фессалоникийцам 2.16 «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Евангелие от Матфея 23.32 «Дополняйте же меру отцов ваших». Главной его заботой было в любом деле, как бы это не послужило препятствием проповеди Евангелия. Это должно стать заботой каждого священнослужителя, каждого христианина. Конец тридцатой части. Продолжение следует... Продолжение следует...